Я приглашаю к нашему эфиру Антона Кучухидзе, политолога-международника, сооснователя аналитического центра «Объединенная Украина». Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Антон. Приветствую вас. Итак, в последнее время много разговоров об ослаблении поддержки Украины. Конечно, их и порождает, и раскручивает российская пропаганда, но в том числе есть и поводы об этом поговорить. Они, признаюсь, вызывают небольшую тревогу, но вот и чтобы она не нарастала, давайте их обсудим и разберем. Во-первых, утвержденный Конгрессом США так называемый временный бюджет, в котором нет помощи Украине. Есть 16 миллиардов долларов на финансирование противодействия стихийным бедствиям, однако нет помощи Украине в размере 6 миллиардов долларов. Наш министр настранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что это инцидент, а не система, и поддержка Украины со стороны США продолжится. Как бы вы, Антон, обозначили эту ситуацию? Перед тем, как конкретно ответить на ваш вопрос, я приведу несколько фактов, которые будут как раз-таки, я думаю, многих наших телезрителей успокаивать. Первый факт. Запад, коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки точно понял одну вещь. Война Российской Федерации против Украины, это не просто война против Украины, это война против всей системы безопасности в Европе, которая была выстроена, которая держалась на НАТО во главе с Соединенными Штатами Америки. И тут надо никогда не забывать ультиматум российской стороны, который они представили в конце декабря 2021 года Белому Дому. Ультиматум заключался границей НАТО в рамках 1997 года. То есть мы когда говорим, Америка финансирует, не финансирует или другие западные партнеры дадут денег, не дадут денег Украине, это немного неправильный контекст. У нас общая система безопасности, которую защищает Украина и которую на партнерских основаниях поддерживают. Поэтому тут надо говорить об общем интересе. Соответственно, тяжело себе представить, что Соединенные Штаты Америки готовы пожертвовать Украиной и НАТО, особенно, которую они выстраивали с 1949 года. Ну, тяжело это себе представить. Особенно на фоне нарастания проблем с Китаем к 2025 году и так далее, сложно себе представить, что Соединенные Штаты Америки позволят Российской Федерации усилиться в Европе. То есть на уровне стратегического анализа это просто невписываемые вещи. Вторая объективная причина, почему иногда бывают какие-то проблемы или там мы что-то не так слышим и так далее. Надо понимать одну простую вещь. Соединенные Штаты Америки вступили в избирательный процесс. Бюджет этой страны во время избирательного процесса является предметом политического торга не просто между партиями, а даже отдельно взятых конгрессменов. Поэтому однозначно, что когда истеблишмент ведет политическую борьбу за какие-то более глобальные вещи, за целые там сегменты экономики, за страховую медицину или просто за развитие медицины и так далее, и там электорат одних или других, то понятное дело, что очень много процессов может останавливаться. Поэтому ничего сверхъестественного не происходит. И господин Кулеба абсолютно прав, когда он говорит, что это инцидент, а не система. Третье, чтобы успокоить всех. Сегодня было заявление представителя Белого дома о том, что как бы ни шел бюджетный вопрос, Белый дом найдет средства для дальнейшей поддержки Украины. Ну, все вопросы сняты. Пентагон тоже говорит, пока бюджетный вопрос не решен, это же публичное заявление, это не то, что мы додумываем или инсайды. Это официальное заявление Белого дома и Пентагона. Представитель Пентагона заявил о том, что на данный момент 5,6 миллиардов долларов есть еще, которые вне зависимости от бюджетного процесса могут выделять Украине. Поэтому как бы не стоит обострять. Даже вот недавно журналист BBC спросил у господина Борреля относительно того, что не просто из-за ситуации вокруг бюджета США, а относительно того, что если вдруг поменяется президент в Соединенных Штатах Америки в результате выборов, и будет какое-то другое направление, то как будет себя вести Европа? Господин Боррель четко сказал, что они много процессов, и как минимум 50 миллиардов евро выделяли абсолютно самостоятельно на оборонные потребности Украины. Поэтому нужно спокойно относиться, понимать одну вещь, что не только мы сегодня говорим, что наши системы безопасности взаимосвязаны, сам Запад это понял. Я вам даже больше скажу, в кулуарах, когда общаешься с дипломатами, которые работают в Украине, они в кулуарах говорят такую фразу очень интересную. Рашисты в Украине воюют против НАТО. То есть на абсолютно рабочем уровне, это некрасиво говорить, в публичной плоскости, им сложно согласовывать эти вещи, но вот какие настроения среди дипломатического круга западных государств. Они все четко понимают. И это не наш с вами тезис, который нам выгоден, что Украина защит Европу и защищает всю Европу. Да, она защищает, но и на Западе это понимают. Поэтому нужно быть спокойным, понимать внутриполитические процессы того или иного государства. Обратите внимание, как было с Польшей или Болгарией, вокруг зерновых коридоров, или Румынией. Антон, а вот давайте, нет, вот смотрите, здесь по Америке я понял. Давайте вот по Польше, по Польше отдельно хочу спросить. Потому что, знаем, накануне в Киеве прошли важные мероприятия. Во-первых, это форум оборонных индустрий. Там президент Украины Владимир Зеленский объявил о поучреждении так называемого Альянса оборонных индустрий, который, как предполагается, объединит представителей оборонпрома со всего мира. И уже шла речь, мы знаем, о контрактах из Германии до совместных, США, в перспективе Великобритании по производству вооружения. На этом форуме среди первых получила приглашение принять участие Польша, но не приняла участие. Вчера в Киеве проходила уникальная встреча, без малого. Собрали все министры иностранных дел стран ЕС и говорили об евроинтеграционных перспективах Украины. Были все министры стран ЕС, кроме Польши. Министр иностранных дел этой страны сослался на плохое самочувствие, а потом вообще-то сказал, что сейчас в двусторонних отношениях Украины и Польши период спада. Пожалуйста, что означают эти неслучайные отсутствия Польши? Это тоже все достаточно логично. Идет внутриполитический процесс выборов, подготовки к выборам. И, соответственно, польская правящая партия начала историю риторики относительно негативной риторики по отношению к Украине как раз-таки с зернового вопроса защиты своих аграриев. И нужно понимать, что одна из ключевых, скажем, электоральных ядер нынешней правящей партии – это как раз-таки аграрий. И они очень сильно играли на этом электоральном поле, повышая якобы ставки и так далее. Но на рабочем уровне Польша является стратегическим партнером Украины. Теперь конкретно по случаю относительно форума оборонных индустрий. Перед проведением этого форума очень много властимущих представителей Польши с очень большой критикой отнеслись к этому форуму, опять же, играя на электоральных убеждениях собственного населения. Но были моменты, когда один из топ-чиновников этого государства, министр государственных активов, извинился за то, что дезинформировал общество. И он очень негативно говорил про этот форум, как про бесполезные и так далее. И обвинил Украину в том, что Украина Польшу не приглашала. Но он принес публичные извинения. Эта информация оказалась неправдивой. Украина Польшу приглашала. Поэтому, когда мы видим много нелогичных манипуляций, то это объясняется исключительно политическим процессом внутри этой страны. Сегодня правящей партии это так нужно, чтобы сохранить власть и дальше продолжать поддерживать Украину. Ну, вспомните на прошлой неделе заявление господина Дуды о том, что президент Украины Зеленский является его другом. И ничего не поменялось. Вопрос относительно зернового коридора. Опять же, заявление господина Дуды. Транзит дадим, но свой рынок защищать будем. Опять же, дипломатический сигнал, что вопрос решен. И сигнал своему электорату, мы вас защитим. Хотя, откровенно говоря, зерно, которое хотела Украина экспортировать, оно направлялось не в Польшу. Оно направлялось в страны Африки, Азии и так далее. То есть, целевое направление было для других государств. Это если мы говорим по сути вопроса. Потом вспомните заявление министра сельского хозяйства о том, что их устраивают сигналы со стороны Украины, и переговорный процесс придет к финальному разрешению. Поэтому мы видим вот этот симбиоз негатив-позитив, негатив-позитив и так далее. Просто не нужно забывать, что Польша является одним из стратегических партнеров США-Британии, и более того, у нас подписан военно-политический союз с данным государством. Поэтому безопасность всегда будет стоять выше. Но никто не отменял и электоральные процессы. Что касается участия в рамках работы встречи министров иностранных дел, то внятного объяснения мы не увидели. Было объяснение публичное через инши обставины. Какие инши обставины? Ну, ведь суть не с министра мается на увазе. Какие другие обстоятельства? Ну, я уверен так. Если бы конфликт был бы реальный, вот реальный, не искусственный, не надуманный, не подыгрывающий электоральным настроениям и так далее, то, поверьте мне, Польша никогда не стесняется в том, чтобы говорить правду или не защищать собственные интересы. Вы посмотрите, какая у них риторика многолетняя по отношению к Германии, сколько денег должна им Германия и так далее, и так далее. Понятное дело, что они используют исторический вопрос для политических торгов, экономических торгов в рамках Европейского Союза, чтобы Брюссель выделял те суммы, которые им нужны и так далее. Но эта страна достаточно сильная, чтобы говорить правду в публичных заявлениях. Поэтому я думаю, что если бы причина реально была бы в Украине, они бы ее озвучили. Хорошо, разобрали. Сейчас мы демонстрировали как раз кадры со вчерашней встречи министра иностранных дел стран ЕС во главе с Жозепом Буррелем. И там прозвучали очень важные заявления. И в частности, министр иностранных дел Литвы, Габриэлиус Лэнсбрикс, сказал, что Европейский Союз приближается к критическому моменту в поддержке Украины после того, как политические сдвиги в США, где в бюджет не заложили помощь нашей стороне, и Словакии, где на парламентских выборах победил пророссийский кандидат, поставили под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения. Насколько может быть оправдана эта тревога? Мы только что разложили два эпизода, что касается Соединенных Штатов, по Польше. Есть еще результаты выборов в Словакии. Насколько оправдана такая тревога, когда министр иностранных дел говорит о критическом моменте в поддержке Украины? Давайте начнем с аналогии, а потом конкретно по этому заявлению. Вы помните 25 февраля 2022 года, сколько оружия мы просили и что нам говорили? По состоянию на сегодняшний день Украина ожидает получения F-16. То есть вот что такое, когда есть блоки в мировой политике, но что такое, когда есть сильная армия и эффективная дипломатия. То есть если бы нам с вами кто-то сказал, что мы получим F-16 24 февраля или 25, мы бы, конечно, с вами как граждане этой страны надеялись бы, но, наверное, думали бы, что это сказка. И так по многим направлениям. Вы видите, по Атакамсам есть политически согласованное решение. Шторм Шэдоу. То есть мы в конце февраля 2022 года просили стингеры. Вот это было, наверное, что-то самое великое, что мы могли получить. То есть я к чему говорю? Что даже если существуют блоки, вот те стратегические интересы, про которые я говорил о совместности систем безопасности, они превышают в конечном итоге. Теперь, что касается данного заявления. Конечно же, Европейский Союз смотрит на то, как ведет себя Соединенные Штаты Америки. И они рефлексируют на каждое политическое решение. Но я бы просто хотел напомнить всем, что буквально на днях было заявление конгрессменов от Демократической партии и Республиканской партии. И на протяжении всего периода расистской агрессии, с 2014 года, в Конгрессе данного государства есть двупартийная поддержка Украины. То есть они могут спорить по любым вопросам, но Украину они всегда поддерживали и финансово, и санкциями против Российской Федерации, и так далее, и так далее. Поэтому даже на уровне Конгресса, где решается вопрос и судьба бюджета, две партии публично заявили, что Украину они поддерживают. Поэтому я думаю, что со временем как раз все поймут глубину фразы господина Кулебы, который сказал, что это инцидент, а не система. Потому что система, вся система, Конгресс, две партии, Белый дом, Госдеп, Пентагон, все сказали, что мы найдем средства. И только в отдельных медиа, отдельными экспертами, и вы правильно вначале сказали, что российская пропаганда через ТикТок особенно очень сильно разгоняет эти предательские тезисы и так далее, вот только для этого сегмента кажется крахом, остановкой и так далее. Не надо никому забывать, что если, не дай бог, что-то произойдет с Украиной еще более трагичное, то следующее – центральная и восточная Европа. Это не война только против Украины. Да, Антон, и тут очень справедливо, мне кажется, будет напомнить, что мы знаем в то же время и важные высказывания, такие посылы, которые вчера также прозвучали в украинской столице. Министр национальных дел Франции Катрин Калана предупредила Россию, чтобы она не рассчитывала на усталость стран Евросоюза от их поддержки Украины. Министр национальных дел Германии Аналена Бербак заявила, что скоро Евросоюз будет простираться от португальского Лиссабона, она сказала, до украинского Луганска. И знаем вот сейчас сильное обращение канцлера Германии Олафа Шольца к Путину, где он жестко раскритиковал захватнические амбиции российского диктатора и акцентировал, что увеличить на него давление, он сказал, да, чтобы Путин осознал ошибочность своей логики. Вот, так что... Ну, еще бы ракеты Таурус, да, к этому добавил Шольц, и было бы тогда... Ну, они подвязаны под Атакамс. Под Атакамс, и еще в контексте ваших слов я бы добавил заявление экс-министра обороны Воллеса, экс-министра обороны Британии. Британии. Он сказал, да, он сказал очень важную вещь, на чем держится путинская тирания и режим по отношению к Украине. Первое, это то, что, ну, тщеславие, да, вот эти вот... Больная историческая память и желание врезаться в историю, да, заставляет его выкидывать всякие деньги, находить там... Обходить санкционное давление, чтобы находить ракеты, боеприпасы и так далее. Повернутость полная. И второе, он сказал на том, что расисты очень сильно и плотно работают над расколом настроений на Западе. Поэтому это еще одно подтверждение тех слов, кому, скажем так, выгодно подогревать соответствующее настроение. Потому что, ну, надо понимать также и функцию, и работу министра иностранных дел. Он находится в определенных рамках, у него есть определенные союзнические договоренности с теми же Соединенными Штатами Америки, что они там согласовывают позиции, смотрят и так далее. Они же не могут сказать, нам все равно, что там в Штатах происходит. Вот мы будем дальше все делать. Это же даже не, ну, на языке дипломатии это просто некорректно. Такое говорить. Типа, нам все равно, что там в Вашингтоне. Думают, у нас тут своя политика. Мы понимаем, мы тут рядом с Украиной, в Европе находимся. Но это же бред. Конечно же, опытный дипломат скажет, что обращает внимание на заполитическим процессам, которые происходят в Соединенных Штатах. Считают разные модели поведения, кто придет к власти, какой будет Белый дом и так далее. Конечно, это его работа говорить правильно, а не так, чтобы будоражить свою страну и всех партнеров. Ну, действительно, это не новость. Страна-агрессор России очень надеется, что Запад устанет оказывать помощь нашей стране. Об этом сказал накануне спикер Кремля Дмитрия Пескова на брифинге. Вот цитата. По нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, ну, войну в Украине они так называют, усталость от абсолютного абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе и в США. Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента, заявил Песков. Скажите, Антон, а вот победа на парламентских выборах в Словакии про российского кандидата, это и есть фрагментация? Что вы скажете вообще о победе Роберта Фитца? Некоторые эксперты сейчас заключают, что такое расписание сил в Словакии может стать серьезным вызовом для единства НАТО и Евросоюза по поддержке Украины. И знаем, что Фитца заявлял никакого патрона Украине. Это прекрасно, что он делает такие резкие заявления, но есть мировая конъюнктура, которая работает совсем на другое. Есть решение G7 о том, чтобы военно-техническая помощь Украины была бессрочной. Мне интересно просто, как Словакия преодолеет это решение или как они убедят, например, Японию, Соединенные Штаты Америки, Британию, другие, Германию, другие государства, которые входят в G7, отменить это решение. Вот просто интересно посмотреть на методологию, как они будут действовать. Это раз. Второе, принято решение на Вильнюсском саммите НАТО. Принято решение о членстве Украины на уровне Европейского Союза. И эти процессы необратимы уже. Они запущены, они идут. Украина с партнерами работает по данному направлению. Вот обратите внимание, в Венгрии много что удалось заблокировать. Я только хотел сказать, видимо, Слава Орбана понравилась Фицца, и он решил на этом же поле поиграть. То есть, вот информация вам с кулуаров. Каждый политический советник любого дипломатического представительства государства пребывания в Украине, который является членом Европейского Союза, они все говорят одну вещь. Венгрия может говорить все, что угодно, но потом под выторговывание преференций от Брюсселя они голосуют и за санкции против России, и за другие много вещей в пользу Украины. Поэтому политическая риторика, это политическая риторика, и не нужно забывать, что есть определенное настроение в Словакии в том числе, но эти государства вписаны в системные организации, которые определили уже свой стратегический интерес. Поэтому я не думаю, что Словакии удастся кардинальным образом переломить те стратегические линии, которые уже определены в рамках НАТО и Европейского Союза внутри страны. Для внутренней публики, конечно, они могут делать более резкие заявления. Вспомните заявление президента Болгарии, какие они были достаточно критические, даже где-то агрессивные, где-то в пользу даже Российской Федерации и так далее. Но вспомните также период с марта по май 2022 года издание Euroactive опубликовало информацию о том, что Болгария передавала в тот период боеприпасов на 1 миллиард долларов. Ну то есть никогда Болгария не была например такой открытой в публичной плоскости в поддержку для Украины как Польша например, как Британия. Но на 1 миллиард долларов они тогда передали боеприпасы. Поэтому все непросто. И во время военной во время активной войны нужно очень внимательно относиться и проверять все заявления и понимать их корень не всегда негативные заявления по отношению к Украине касаются реальной Украины. Так. Что ж, спасибо за эти разъяснения. Спасибо. Антон Кучукинзе был в нашем эфире, политолог-международник, сооснователь аналитического центра Объединенная Украина. До свидания. Спасибо, Антон. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok